Здравствуйте. Что у нас в кассовый аппарат? Кассовый аппарат заказали? А еще кто-то сих пор не принесли? Когда? Можем в днях, может завтра, после завтра будет? Да, мы будем. Завтра – 5 до 2. Действующий кассовый аппарат – обязательное условие для торговли не только в магазине, но и на рынке. После неоднократных напоминаний налоговых инспекторов, продавцы нехотя обзаводятся фискальной техникой. С 1 апреля мы будем проводить контрольное предприятие. Если у вас кассы не будет, мы обязаны составить административный протокол и оштрафовать. Чтобы этого не допустить, вы обязаны до 1 апреля поставить обязательную кассу. С февраля налоговая инспекция ведет масштабную разъяснительную работу. На рынках Центральный Монинский и Ветеран в Чкаловском проверяют наличие касс, но пока не штрафуют. А все ради того, чтобы исключить недобросовестную торговлю. Столько, что пробила чек. Ну что, выгодно? Это большой процент от выручки. Как вы считаете? Большой процент. Вы уже давно используете эту технику? Куда два. Все, прошло. Пожалуйста, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, а для вас принципиально, когда вам отдают кассовый чек, это важно для вас? Вы знаете, не всегда, но бывает так, что беру, а бывает по старости забыла. Продавцы, которых не устраивают правила, вынуждены будут приостановить деятельность до приобретения фискального аппарата. Об ужесточении налогового контроля Василий Волков рассказал начальнику отдела управления потребрынка администрации округа Евгению Чеченину. Для проверки кассового аппарата достаточно пробить покупку на рубль. Сейчас мы проверим на наличие реквизитов, которые... А вы вносили наименование товаров в чек? На платформу товара, который пробивал, да. Надо заносить, по своему случаю, нет, смотрите, у вас кассовый чек, это позволяет. Вы можете либо дома спортировать форматик сыра, убить все свои именования и вывести этот кассовый чек. Номер контрольно-кассовой техники, торговое место, количество сотрудников. По этим параметрам ФНС рассчитывает примерный объем налогов от предпринимателя. Серьезное расхождение с фактическими суммами – повод для внеплановой проверки. А она по новым поправкам КОАП может проводиться в течение года после составления акта о нарушении. У нас организованы налоговые посты, где в течение двух часов на каждом рынке сидит представитель логового службы и принимает и разъясняет все эти вопросы, которые возникают у налогоплательщиков. Проверив рынки, инспекторы заглянут в торговые центры, не пройдут мимо очагов розничной торговли. Свой подход у налоговой к предприятиям общественного питания. В городском округе 150 организаций общепита. В кафе и ресторанах, где официанты проводят выручку мимо кассы, инспекторы ФНС будут частыми гостями. У нас касса на сегодняшний момент регистрируется несколькими случаями. То есть человек может прийти, написать заявление налоговой инспекции непосредственно к нам, он может подать через онлайн, соответственно, через вылечный кабинет и так далее, и может, так сказать, заключить там с организацией. При этом подать заявление, он может быть независим от того, где находится касса, где здесь. То есть он может подать в Владивостоке и загистрировать по адресу, который в Щелкове. Потребителей налоговой просят не оставаться в стороне и сообщать о нарушениях через сайт Федеральной налоговой службы. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.